Чтобы комфортно путешествовать и ездить по делам. Алексей Русских вместе с министром соцзащиты Натальей Исаевой подарили микроавтобус многодетной семьи Макаровых. Супруги несколько лет назад переехали из Украины в Россию. Сейчас они проживают в Павловском районе. В семье воспитывается семь дочерей и трое сыновей. Ярослава и Владимир явили на свет 10 ребят. В этом году они ждут 11-го малыша. Макаровы с благодарностью приняли подарок от первых лиц области. Мы живем далеко в Павловском районе. И важно детей вывозить на всякие мероприятия. Надеюсь, что пандемия закончится рано или поздно. И мы деток будем вывозить и в зоопарки, и в парки. Детей надо развивать. Они у нас, конечно, везде принимают участие во всех возможных конкурсах. Но и поют, и танцуют, и рисуют, и играют. Кроме автомобиля детям передали плюшевые игрушки и книги. Не забыли и о старшем поколении. В Международный день пожилого человека глава региона встретился с ульяновцами почтенного возраста в Центре активного долголетия. В филиале на улице Гафурово, как и в остальных центрах, взрослые ульяновцы занимаются творчеством, общаются и просто душевно проводят время. Очень здорово, что в современной Центре активного долголетия постоянно развивается, находит новую форму своей работы. Уверен, что такие, как семейная гостиница, такие центры, благодаря существованию, станут местными встречами не только людей старшего поколения, но и местным, куда они будут приходить со своими внуками и правонуками. И у каждого будет возможность получать новое знание, поменяться опытом, выставить отношения с молодым поколением. Для этого Центры и их обеспечения должны быть равными по возможностям, одинаковыми и для городов, и для сельских мест. Сегодня в регионе проживает более 330 тысяч людей пожилого возраста. Для них работает более 200 центров долголетия. По поручению Алексея Русских, работу подобных центров необходимо выстроить в едином формате. Для этого планируется выделить по 1 миллиону рублей на каждое муниципальное образование. Эти деньги будут покрывать расходы на ремонт и покупку необходимого оборудования.